Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 35-й главе книги пророка Иеремии. 35-я глава включила в себя очень своеобразную, интересную, поучительную историю, которую тоже можно отнести к разряду пророческих действий, некоторых видимых событий и действий, которые Бог через пророка использует, чтобы что-то людям объяснить о правде, о завете, о любви Божьей и о ответственности. Вот эта история вот какая. Господь говорит Иеремии, пойди в определенное место, в дом риховитов, и поговори с ними, и дай им пить вино. Это такое племя, кочевое, которое, по-видимому, иудейское племя, или близкое к иудеям семитское племя, ну и к израильтянам, конечно, да, израильское племя, кочевое принципиально. Вот, видимо, после того, как вошли в землю Израиля, израильтяне, придя из Египта через 40 лет блуждания в пустыне, вот некоторые племена расселились, стали брать города, строить города и так далее, а некоторые остались кочевыми, не стали строить городов. Вот риховиты одни из таких племен, живших, в общем, в пустыне. И, среди прочего, они соблюдают некоторый пустынный кодекс поведения, они взяли на себя обязательства, или, там, предок их, основатель клана, заклял их не пить вина. Ну, потому что для этого надо строить виноградники, жить оседло, прочее, прочее. Не пить вина. И вот Бог говорит Иеремии, ну, поди вот к ним, они в это время уже есть в Иерусалиме, потому что в пустыне, где колонны Новохудоносора маршируют, там уже жить небезопасно, риховиты переселились, перебрались в Иерусалим, ну, потому что это, в сущности, крайне родственный народ, можно сказать, практически то же самое. Да, вот поди и скажи, чтобы они выпили вина. И да, действительно, Иеремия берет этих риховитов, приводит их в дом Господень, поставил перед ними полные чаши вина и стаканы и сказал им, пейте вино. Они говорят, а мы не пьем, потому что Иоанн Адав, сын, рихава, отец наш, дал нам заповедь. Вот, ну, и там перечисляются другие заповеди, связанные с отказом от вина. И мы послушались голоса, и так и живем. И не будем нарушать эту заповедь. Не будем, и все. Чего ради вся эта картина разворачивается перед глазами Иеремии? А вот ради чего Бог говорит ему, «Пойди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, если вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, вот будет вам за беззаконие ваше, будет вам разорение». Вот посмотрите, люди, оказывается, могут сохранять верность. Оказывается, это не страшно трудная задача. По-видимому, в Иерусалиме такой был припадок постмодернизма, да, и, наверное, люди, как сегодня, говорили, что «Ой, это очень трудно, это невозможно, там детские травмы, не знаю, еще какие-нибудь разные причины, психология у нас такая-сякая». Все, мы не можем. У нас основной инстинкт, у нас то, у нас все, искушение сильнее. Короче говоря, вся та пурга, которую несет современный мир, чтобы оправдать себя в отказе от заповедей божьих. Что-то невозможно. Невозможно. Невозможно отказываться от этих удовольствий, невозможно хранить верность завету, ничего невозможно. Бог говорит, а вот они могут. А вот, оказывается, риховиты могут. И не так это трудно. Это не вопрос посильности и искушения, это вопрос твоего нравственного выбора. Вот, собственно, самое главное в этой главе. Вот, возьмите себе это в пример. Неужели вы не возьмете из этого наставления? Я вам все время говорил, а вы не слушаетесь меня. Вот слова, которые Иоаннадав, сын Рихавов, завещал сыновьям своим, выполняются, а вы того, что я вам заповедую, не можете его исполнить. И поэтому Господь говорит, вот я посылал к вам всех рабов моих пророков и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте поведение ваше, но вы не преклонили ухо и не послушались меня. Ну и вот это большая неправда делать вид, что невозможно хранить верность завету. И поэтому Господь говорит, что этим рихавитам, которые хранят верность, вот они выживут, не отнимется у Иоаннадава, сына рихавого, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Вы не исчезнете, это племя не исчезнет. А на Иудеи, на всех жителей Иерусалима я наведу все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил, а они не слушались. Звал их, а они не отвечали. Продолжение следует...